Две раздевалки, конференц-зал и медкабинет. Поле по всем стандартам FIFA. Все это новая Ессентуки-арена. С первого взгляда можно подумать, что газон искусственный, однако это ощущение обманчиво. Просто он отличного качества, идеально высажен и выстрижен. А в сочетании с отличным курортным воздухом тренироваться здесь одно удовольствие. Отрабатывать командную игру на изумрудной траве уже с начала июня будут профессионалы из Нигерии. Сборная этой страны выбрала Ковминводы для подготовки к крупнейшему футбольному событию мира. По решению президента России, по решению губернатора Старопольского края, выстроилась площадка, которую потом в конечном итоге выбрала команда Нигерии. Самое интересное, что она будет отсюда ездить в разные города, как Калининград, Ростов-Саранск. Футболисты из местной спортивной школы, пожалуй, больше остальных ждут здесь профессионалов из-за рубежа. Причем даже знают по именно звезд африканского футбола. Кого-нибудь можете вспомнить из футболиста? Уссас! Уссас! До этого в крае уже открыли четыре новые тренировочные базы в преддверии Мондиаля. На торжественный запуск пятой арены в Ессентуках собрался, кажется, весь курортный город. Очень рад тому, что все наши спортивные площадки, все наши стадионы называются именами Героев Советского Союза. Мне очень хочется, чтобы те люди, которые приедут, это фактически представители всего мира, приедут к нам на территорию, всегда помнили, благодаря кому мы смогли построить все эти площадки, развивать свою страну. Мы построили их пять. Все они в конечном итоге для того, чтобы мы рванули вперед во всем видам спорта. Ну а после губернатор и его команда сменили строгие костюмы на футбольную форму. Традиционный матч открытия прошел на новой арене. Кстати, против сборной правительства за Ессентуки играл бывший игрок сборной России Ставрополец Дмитрий Кириченко. Автор самого быстрого гола в истории чемпионатов Европы. Ворота будущих чемпионов Старого Света Греков в 2004-м. Поле великолепное. Понятно, что когда заедет команда, его подстригут, там, польют. Ну, оно великолепное. На мой взгляд, условия очень хорошие. Я вот с ребятами разговаривал, с местными ребятами, с которыми я учился в Ставропольском училище Олимпийского резерва. Мне говорят, что мы не помним, чтобы в Ессентуках столько зрителей бы вообще приходило на футбол. К слову, после чемпионата мира Ессентуки-арена станет еще функциональнее. Добавятся беговые дорожки, легкоатлетический комплекс и воркаут-зона. Вадим Аскаленко, Сергей Трегубов. Ставропольское телевидение. Изи Сентуков. Спасибо.